При советской власти в России было около 300 вузов. Сейчас вместе с филиалами свыше трех тысяч. Это абсолютный мировой рекорд. Тоже и с числом студентов. В стране их уже 7 миллионов. Втрое больше, чем в 90-м году. И откуда только что берется? На дебиле не написано, что он дебил, правильно? И дебил имеет такие же гражданские права, как и не дебилы. Понимаете? Это российский гражданин. Понимаете? Согласно конституции российской, каждый имеет право на образование. Причем конституция не определяет уровень этого образования. Таким образом, каждый имеет право на высшее образование. Кто этот мощный старик? Отец русского дистанционного образования, ректор СГА современной гуманитарной академии, профессор Карпенко. Это под его началом никому не ведомая коммерческая шарашка уже обогнала по числу учащихся Оксфорд, Гарвард, Сорбонну и МГУ вместе взятые, став таким образом крупнейшим вузом мира. Фрагменты опроса выпускников СГА четырехлетней давности, после которого нас на этот праздник знаний больше не зовут. Вы юрист? Да, юрист. Сколько статей в нашем главном законе? Сколько у вас? Понял. Тугости в памяти. Вы юрист? Да. О чем гласит первая статья Конституции? Правда. Первая статья нашего основного закона. О чем гласит? Не помню. Их учили по системе Карпенко. Это когда вместо лекций, видеотрансляций, вместо сессий интернет-тестирования, а вместо учебных аудиторий, так называемые центры удаленного доступа. В одном из таких центров, в городке Вязьма на Смоленщине, помнится, побывала комиссия оборнадзора. Не обнаружив в штате заведения ни одного живого преподавателя и не получив при переэкзаменовке студентов ни одного внятного ответа, чиновники вуз прикрыли с формулировкой «за недопустимо низкий уровень обучения». Вот мне, как работнику из ГАУ с серебряным стажем, немножко стыдно сегодня за наш, за мой бывший вуз. С тех пор минуло почти 4 года. И вот, вновь возвращаясь к теме, мы решили посетить ту Вяземскую автодор-мехбазу, где между фирмой по ремонту карбюраторов и заброшенным слесарным цехом ютился закрытый на наших глазах храм науки. Здрасте! Мы работаем в обычном движении, нормально. Вы свой получили вас? Естественно. И лицензирование прошло? Обязательно. А ведь ничего не изменилось. Здесь по-прежнему нет ни одного преподавателя и все те же видеолекции, на которые со всего курса ходят по одному-два человека. И все та же мерзость запустения кругом. Но ничего, филиал работает. И свою толику в многомиллиардный бюджет СГА приносят. Привет вашим прекрасным каналам. Это не каналу. Это системе госконтроля за качеством образования. Большой коррупционный привет. Большой коррупционный привет.